Эти палаты еще пустуют, но уже в ближайшее время в них заселят первых пациентов. А пока завершаются последние приготовления. Устанавливают оборудование, раскладывают все необходимые медикаменты. Персонал проходит обучение, работе в средствах индивидуальной защиты. В инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусом будут работать порядка 120 медиков. Для этого дополнительно привлекли сотрудников Самарского государственного медицинского университета и частного медуниверситета. Все прошли необходимое обучение в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сейчас идет вводный инструктаж. Нам предложили в университете помочь практическому здравоохранению, учитывая, что на базе разворачивается новая ковидная госпиталь. Раз помочь, значит надо помогать. Учебу буду совмещать. График позволяет это делать. Очень позитивный. Желаю помогать людям и работать. Нас сюда позвали, спросили, кто хочет работать, кто хочет помогать людям. Те, записывайтесь. Я записался и вот я здесь. Возникла острая необходимость сотрудников, поэтому так как я уже работаю в поликлинике Юг-1, соответственно, как сотрудник я решила проявить свой гражданский долг и перейти работать сюда. В основном все мои друзья и подруги это также мои коллеги. Большинство из них также работают в городе Самаре, уже тоже на базе ковидных госпиталей открывшихся. Поликлиника Южного города рассчитана на 250 посещений в смену. Ее открыли в июле. На то, чтобы перепрофилировать под госпиталь, потребовалось больше двух недель. Здесь оборудовали 210 коек, из них 100 с подключенным кислородом и 6 в реанимации. Мы уже с конца мая текущего года развертывали койки в дубовом умете, в октябре месяце разворачивали стройки керамики. И это для нашего учреждения уже является третьим ковидным госпиталем. Поэтому за это время, за эти полгода уже есть наработки, есть отработанные схемы по поставщикам. При этом нам оказали большую помощь и Министерство здравоохранения Самарской области, и глава города Самары Елена Владимировна Лапушкина. Прикрепленные к этой поликлинике жители будут обслуживаться в больнице Юг-1. В регионе по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается работа по увеличению коечного фонда. В ближайшее время число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено до 7 тысяч. На этой неделе оборудуют дополнительные 90 коек в Кинелле. Также идет подготовка коечного фонда в Большеглушицком и Клявлинском районах. Лариса Шалафаст, Елена Малютина, События.